27 марта в Большом зале Дворца культуры «Спартак» состоялась официальная церемония открытия восьмой открытой Олимпиады учащихся 9, 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений среди субъектов Северокавказского федерального округа «Будущее Кавказа». В интеллектуальном соревновании, который пройдет на базе двух гимназий номер 2 имени Александра Сайтеева и гимназии номер 3, участие примут свыше 500 учеников. Впервые Олимпиада «Будущее Кавказа» была проведена в Хасавюрде в 2011 году по трем предметам. Из года в год перечень предметов и география участников расширялась. В приветственном слове глава города Хасавюрдзеинодин Акмазов выразил уверенность, что Олимпиада – это мост к укреплению межнациональных и добрососедских отношений между участниками, а также хорошая площадка для самосовершенствования как учеников, так и педагогов. Сначала первой Олимпиады было видно, что Олимпиада будет постепенно с годами набирать обороты и расширять свои границы. Уже Олимпиады, которые проходят два этапа в заочной и очной форме, в заочной форме обучениях Олимпиады приняли участие более 30 тысяч человек. И продолжается поступать заявки на участие в Олимпиаде. Я хочу вам сделать еще одно объявление, хотя многие об этом знают. В прошлом 2017 году наша Олимпиада включена во всероссийский реестр Олимпиад. Отчетными гостями мероприятия стали представители городской мэрии, депутаты Народного собрания Республики Дагестан, кандидат физико-математических наук города Москва Александр Рубин, заместитель директора по научно-методической работе лицея номер один города Назрань, заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Назир Магомедов, заместитель министра образования и науки Чеченской Республики Рамзан Шарипов. Александр Рубин в своем выступлении высоко оценил вклад города в общее развитие образования Республики. Продолжил, что только через такие конкурсы и мероприятия наша молодежь взаимодействует друг с другом. Отрадно понимать, что такой весомый вклад в развитие образования вносит Хасавюр. Эта ежегодная Олимпиада – огромный успех, отметил Рубин. Для меня и для моих московских коллег большая честь приветствовать участников 8-й Олимпиады будущего указа. И выразить слова восхищения главе города Хасавюрта Акмазову Зайдудину Дадабеговичу и начальнику управления образования Ибрагимову Руслану Валановичу за организацию этой уникальной Олимпиады. Такой Олимпиады нету нигде больше в России. И очень важно для ребят, которые проявляют способности к различным предметам, учебным. И для них важно не просто выяснить, кто более сильный математик, биолог. Для них очень важно оказаться вместе, собраться, пообщаться, установить какие-то контакты на будущее. Тем более, что современные средства электроники позволяют потом общаться успешно в интернете. И эти контакты, эти связи профессиональные, которые потом перерастут в что-то большее, в сотрудничество поддерживать. И я уверен, что количество участников этой Олимпиады, динамику вы видите, с каждым годом будет становиться все больше и больше. И, наверное, как и к хорошему любому мероприятию будут присоединяться другие регионы на правах гостей. И, наверное, вы их тоже примете и с ними тоже сможете пообщаться. Итоги Олимпиады будут подведены 29 марта. В этот же день пройдет торжественная церемония награждения победителей и призеров. Бурлия Цамбеева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс». Субтитры создавал DimaTorzok